Музей Шустал Одесская биеннале презентует очень эстетский и в то же время смысловой проект «Морфология коммуникаций». В первую очередь я разберу, что такое слово «Морфология» — это учение о форме. Коммуникация — это некое соотношение, диалог, общение. Форма является всегда языком художника. Художник является тем человеком, который способен с помощью своих работ общаться с публикой. Данное название, мне кажется, полностью отвечает деятельности художника и взаимоотношения публики с ним. Скажи, как раз таки о личности, личности как в жизни, так и в искусстве. Вот этот проект, как тезис этот план биеннале нашего подтверждает? Собственно, само биеннале в своей общей концепции манифеста говорит о том, что сегодня большой дефицит того человека, который сможет на себя взять ответственность и повести общество по развитию вперед, при этом соблюдая ее толерантность, культуру и уважение друг к другу. Опиши, пожалуйста, именно подбор техники, чтобы она была вкусно смотрелась. В первую очередь, наше творческое объединение всегда увлекается теми художниками, которые отдают предпочтение не только смыслом, который является самым главным в искусстве как таковом, но и формой изречения, которая уделяет большее внимание языку изречения. То есть форма языка это примерно то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, вот как ты понимаешь морфологию коммуникации, именно этот посыл? Ну, морфологию коммуникации я понимаю как… Ну вот я придя на выставку, меня пригласил Олег сегодня, и я посмотрел работы, и здесь как бы разные, во-первых, жанры искусства, фотография, живопись. Мне понравилась общая концепция, как бы вот морфология коммуникации, но она построена на каком-то вот таком принципе дороге, что ли, или туннеле, или открытой двери, как на картине Белика. То есть как бы дверь приоткрыта, и для какого-то диалога. То есть сам вот этот проект Биеннале Манифеста, да, он как бы базируется на каких-то вещах, связанных с диалогом, с коммуникациями, с какими-то нахождениями каких-то смыслов. Вот, например, в работе Олега такие вот относительно минималистичные пространства, да, соседствуют, допустим, вот с работой Стаса Желобнюка, триптих, где вот птица летит над дорогой и так далее. То есть это какой-то вот, с другой стороны, там проявляется какой-то вот настрой на коммуникации, которые вот сейчас происходят в нашей стране. Постепенно люди, как бы, начинают сближаться и, как бы, чувствуют себя, как бы, единым народом и говорят друг с другом. Она, как бы, иногда складывается впечатление, что она походит на имитацию. Нет, это общность, она добавилась за последние годы, безусловно. Но иногда это имитирование общности, хотя, ну, все равно... Вы понимаете, любое... Тема одиночества и непонимания. Это вообще тема, как бы, западного и вообще европейского сознания, как бы, общества индивидуума. Более восточные люди, допустим, там, дальше туда, Китай, там, ближние, ну, Азия, как бы, грубо говоря, там существует какой-то коллективный момент. Мы находимся в каком-то промежуточном, ну, как бы, состоянии между индивидуумом и коллективом. И поэтому мы ищем свои пути, пути выбора, куда мы стремимся, куда мы, как бы, вот, хотим коммуницировать, ну, как бы, с кем мы хотим коммуницировать и на каком уровне. На уровне собственной свободы или на уровне, допустим, коллективного какого-то тоталитарного порыва. И мы, как бы, сделали, может быть, ну, какой-то вот правильный и какой-то взвешенный выбор, я так считаю. Тут, как бы, какая-то особая выставка, да, ну, какая-то именно концепция под концепцией. Как вы ее почувствовали, как вам донесли кураторы именно в этом шустовском пространстве? Мне надеюсь, он там вопрос о коммуникациях. А я пишу коммуникацию, то бишь, дороги, это и есть самая буквальная коммуникация. Это Е-58, там, Одесса-Николаев дорога. Я фиксирую какие-то моменты и констатирую, как документ, некий украинскую дорогу. Плюс она настолько прекрасна и настолько херова, как прекрасна и херова украинское общество. Там такое количество ям ровно соответствует всему, что есть в нас. Или, допустим, такое количество отсутствия видимости, куда ехать, что тоже соответствует нашему положению сегодняшнему. И настолько романтично в цвете и по состоянию, что тоже соответствует. Ну, это какая-то символистическая штука, дорога, да, путь, который... Дорога, ворона, машина, как угроза, обгонный, как стрём какой-то. Ну, да, всё как в жизни, там просто сконцентрировано, я так понимаю. Потому что на скорости быстрее, я так понимаю, проживается всё, чем в кровати, допустим. Когда ты едешь даже, ты же понимаешь, что ты рискуешь больше, чем в доме. Потому что там, как бы, всё, что связано с коммуникацией, я думаю, там всё сжато. Я думаю, это у вас возникла дорога, да, идея, ощущение? Да, я давно это пишу, в общем-то, я... Почти сирия. Да, у меня много сирий, они обычно нумеруются номером трассы, с которой подсмотрены те или другие ситуации. Там была Одесса-Киев, потом Одесса-Николаев, там, ну, как-то что-то связано. Ну, опять буквально связано с местом, где я живу, это для меня важно. Ну, и какие-то мои путешествия, я их фиксирую. КОНЕЦ Расскажите вот о технике. Ну, какая-то, это, видимо, фото, какая-то... Живописная печать, да, фото, живопись и печать. То есть обработанные фотографии, которые затем там живописно дорабатывались, снова перефотографировались и печатались. Ну, вы недавно занялись такой темой. Да. Почему вы решили так подать? Образы, это достаточно такой классический вариант в искусстве, то есть обращение к такого рода образам, это и Балтус, и Набоков, если в литературе. То есть мне интересно было продолжить, как этот образ построен сегодня, и какие мысли и чувства он вызывает у зрителя сегодня. И через современную технику, обращаясь к таким классическим образным структурам, мне хотелось обратиться к зрителю и задать ему вопрос, каков этот образ сегодня и что чувствует зритель. Образ женственности? Да, образ женственности, потому что там в другой дрифтех также представлена женщина, но уже совершенно другого возраста. И тут вопрос о том, что есть женщина сегодня, как может искусство посредством женского образа, какие новые, как оно может существовать, и какие новые вопросы и проблемы решать через непосредственно искусство. Смотрите, вот заявленная тема личности и конкретно женщины. То есть женщины, образ, что для вас женщина, что для вас женщина личность сегодня? Ну, такой вопрос достаточно сложный. Я бы скорее... Ну, это... Женщина, это и есть вопрос, женщина, это и есть жизнь. Это то, что является основой и смыслом. То есть это тот образ, через который может искусство и сегодня решать свои какие-то важные вопросы. То есть через этот образ по сути решаются все какие-то социальные проблемы и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Этот проект, по большому счету, показывает формальность современной коммуникации. Они как бы есть, но по сути они отсутствуют. И поэтому возникает ферманентное ощущение пустоты, одиночества и прострации. Продолжение следует... Продолжение следует...